Печаль, он тает даже там, где люди ходят, а сверху красиво. А я, так как болею до сих пор, на улицу пока не выхожу, побаиваюсь, и мне остается только вот чай с малиной и любоваться на улицу с балкона. У меня сегодня какой-то с утра прям день сурка. Я очень рада тому, что я прочитала книгу, которую я читаю уже давным-давно. Я знаю, кто меня, может быть, смотрит как раз с того времени, как я покупала эту книжку. Прошло уже внушительное время, но я-то в разъездах была, чем-то вечно занята. Как обычно, знаете, у людей, которые не очень любят читать книжки, они всегда ищут для себя отговорки, чтобы не читать. Повторюсь, я читаю «Тайный город» сейчас, это серия книг. На данный момент я прочитала седьмую и начала уже восьмую. Как раз-таки эта книга называется «Кафедра странников». А «Тень инквизитора» очень мне понравилась, особенно концовка. Я просто обалдела. В таком напряжении даже читала и ржала, и страшно было даже моментами. Ну, как-то так очень прониклась концовкой. Осталась довольна очень прочтением этой книги и жду тех же впечатлений от этой. Я очень рада, что мне полегчало. У меня жутко болело горло, голова болела, даже кожа болела, потому что вот именно настолько я простыла. Очень увлеклась я проветриванием, оказывается. И вылечилась я так быстро, буквально за два, наверное, или три дня. Как вы думаете, чем? Этим и этим. Ничего так, объемчик. Когда лень готовить? Сейчас я выдвигаюсь в кино на Доктор Стрэндж. Очень хотела на него сходить еще с самого начала. И вот, наконец-таки, свершилось. Ждите отзыв. Ну, а я пошел. Жалко, камера не передает всей красоты. Капец, холодно на улице. У нас, кстати, уже минусовая температура. А я, как всегда, ходила за вечерними, вернее, ночными покупками. Благо, тут магазин рядом. Я уже сняла один видос. Собираюсь в город. Кстати, сняла видео про мнение о фильме Доктор Стрэндж. Так что, если вы еще не видели, то смотрите обязательно. Я тут гуляю. Подожду. Мне так нравится. Выходила, было нормально. Хорошо, что ж зонт взяла. Вышла только что из душа. И вспомнила, как у меня буквально недавно был случай. Я ушла в душ и оставила на плите жариться мясо. Но я налила в саму сковородку воды и оставила такой минимальный огонь. Когда я вышла здесь, очень штырила газом. Плюс еще я перепугалась, запаниковала. Я пооткрывала окна и балкон. У нас еще так было холодно, что я надела куртку и стояла на балконе, пока это все не выветрится. Потому что было очень страшно. Мне казалось, что я сейчас надушусь газом и потеряю сознание. Не знаю, там умру или еще что-нибудь. Со мной много всего происходит, о чем я вам не рассказываю, либо забываю рассказывать. На тот момент у меня не было вообще желания что-либо снимать, что-то вам рассказывать, показывать. Потому что я просто в шоке была. Причем это все произошло, я так понимаю, потому что просто погас газ. Но почему он погас, непонятно. Вот для меня это загадкой остается. А я уже собралась в кино, на фильм «Девушка в поезде», по-моему. Бегаю сейчас в магаз, куплю воды и фруктов на вечер и буду отчаливать. Я недавно прикупила новенькие штанцы и они мне так понравились, что я решила взять еще одни, только в другом цвете. Так что нужно это все успеть, еще встретиться с человеком успеть. Продолжение следует...